Мегалодон вымер примерно 3 миллиона лет назад. Одной из причин вымирания, по мнению биологов, стало обострение конкуренции с другими хищниками. В плеоцене появляются зубатые киты – предки современных косаток. Они вели стайный образ жизни и имели более развитый мозг. Из-за своих крупных размеров и медленного метаболизма, мегалодоны не могли плавать и маневрировать так хорошо, как эти морские млекопитающие. Поэтому косатки вполне могли поедать молодых мегалодонов, даже несмотря на то, что те обычно скрывались в прибрежных водах. И большими стаями они были способны даже забивать взрослых особей. Косатка В наши дни косатка распространена практически по всему мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах. Косатки – крупнейшие плотоядные дельфины – достигают в длину 10 метров и имеют массу до 8 тонн. Косатка завоевала репутацию очень опасного хищника и жестокого убийцы. Косатка является вершиной пищевой цепи в морской живой природе и практически не имеет соперников. Это умные и очень высокоразвитые морские млекопитающие. Во время охоты они применяют сложные тактические и стратегические схемы, которые используются стаями для добычи пропитания. Например, обнаруженный ими косяк рыбы косатки прижимают к берегу и изгоняют в плотный шар у поверхности воды. Затем по очереди ныряют в его середину и глушат рыбу мощными ударами хвоста. Дельфинов косатки загоняют поодиночке или окружая стаю дельфинов убивают силами нескольких групп. При охоте на тюленей или пингвинов, плывущими на льдине, косатки либо подныривают под льдину и бьют по ней, либо выстроившись в линию синхронными движениями мощных хвостовых плавников, создают направленную высокую волну, которая смывает добычу в море. В нападении на крупных китов участвуют преимущественно самцы. Для этого они пытаются отделить одного кита от стада или отбить детеныша от матери, что удается далеко не всегда, так как киты довольно агрессивно защищают себя и свое потомство. Сгруппировавшись в большую стаю, они одновременно набрасываются на жертву, кусают ее за горло и плавники, пытаясь не дать ей подняться к поверхности. Довольно часто косатки не съедают убитого кита целиком, а выедают только язык, губы и горло. Кроме китов, косатки охотятся и на белую акулу, которая является одной из крупнейших хищных рыб на земле. Косатки очень ценят акулью печень, так как в ней содержится очень много питательных ферментов. Причем самка косатки, используя приемы охоты, в состоянии в одиночку справиться с большой белой акулой. Суточная потребность косатки в пище составляет до 150 килограммов. Детеныши-косатки с самого детства обучаются своими матерями разнообразным навыкам охоты. Чтобы научить детеныша легко справляться с добычей на берегу, мать силой выталкивает свое чадо на мелководье или вообще на сушу и наблюдает за ним из воды. Если детеныш начинает паниковать и не может самостоятельно вернуться в воду, она выныривает из воды и утаскивает его за собой. После чего повторяет урок до тех пор, пока детеныш не начнет уверенно себя чувствовать на берегу. Косатки обладают сложной социальной организацией, которая уступает по сложности только социальным структурам слонов и высших приматов. Несколько семей составляют одну большую группировку или стаю, в которую в среднем входит 18 особей. Члены стаи сильно привязаны друг к другу. Самцы косаток практически всю свою жизнь живут вместе с матерью и очень редко покидают свою материнскую стаю и прибиваются к другой. Самцы косаток больше привязаны к своим матерям, нежели к спутницам жизни. Культ матери и ее авторитет для косаток являются непререкаемыми. Здоровые косатки заботятся о старых, больных или покалеченных сородичах. Отношения между косатками внутри стаи крайне дружелюбные и не агрессивные. Только в самом крайнем случае возмущенная чем-либо особь может хлопнуть по поверхности воды хвостовым или грудными плавниками. Средняя продолжительность жизни косатки приблизительно равна человеческой и составляет 50 лет для самцов и 75-100 лет для самок. Но в неволе эти числа сокращаются в 2-3 раза. Размножение косаток изучено мало. Продолжительность беременности длится примерно 16-17 месяцев. Длина тела новорожденных косаток составляет около 2,5 метров. В течение жизни самка рождает до 6 детенышей, прекращая размножаться приблизительно в 40-летнем возрасте. В естественной среде обитания косатки не проявляют страха перед человеком. Но вопреки представлениям о косатках, как о больших и дружелюбных дельфинах, в неволе они периодически проявляют агрессию. Известны отдельные случаи гибели дрессировщиков от нападения косаток, ведь прожорливость косаток известна. Им нужно очень много и часто есть. Если косатка не получает достаточного количества мяса, она может напасть на кого угодно. Тем не менее, все летальные случаи нападения косаток на людей не ставили перед собой целью пропитания. Нападения происходили либо из-за разлуки косаток с их супругами и детенышами, либо от тоски вследствие одиночества и отсутствия полового партнера в брачный сезон, а также от стресса пребывания в неволе. Во всех случаях нападения на людей косатки прибегали к своей привычной охотничьей тактике. Они затягивали жертву глубоко под воду и просто препятствовали их всплытию. Раздражительными и агрессивными косатки становятся не только в период размножения. Причиной проявления такого поведения могут стать гены косатки – скука и стресс от пребывания в условиях замкнутого пространства. Косатки по своей натуре не злобливы, но мстительны, запережитое из-за своих пострадавших сородичей.